Привет друзья, с вами Зажигалочка. Облагораживание могил и традиция поминовения усопших занесена в культурный канон Латвии. В июле и августе на латвийских кладбищах отмечают капус в Эдге. Об этом смотрите мой другой фильм. А сегодня я вам расскажу о дне поминовения усопших или вечере при свечах, который принято отмечать в Латвии с середины сентября до октября. Сегодня мы идем на кладбище Вистинглея в Праулинской волости Мадоннского края. Вечер при свечах это время после которого на кладбищах традиционно наступает период покоя. Могилы укрывают хвоей, украшают последними осенними цветами и зажигают свечи, вспоминая, поминая и почитая усопших. Официально день поминовения усопших учредил танцкий император Сюань Цзун. В 732 году он установил единую дату, когда людям было позволено посещать могилы предков. До этого богатые китайцы поминали умерших родственников, когда захотят, и на широкую ногу. Свечи зажигают не только на могилах усопших родственников, но и на могилах друзей и хороших знакомых, родственники которых далеко и не всегда могут приехать. Сегодня я зажгла свечи на могиле моей няни, бабушки Абола и ее семьи и на могилке бабушки и дедушки Варкали. Мамина подруга, бабушка Варкала, научила меня печь вкуснейшие домашние торты по старинным латышским рецептам. А я, будучи девчонкой, очень часто бегла к ним в гости в дом по соседству. День всех усопших верных был введен аббатом Аделоном Клюнийским во всех храмах бенедиктинского аббатства Клюни во Франции. До наших дней сохранился его декрет, датированный 998 годом. Вскоре эта традиция распространилась повсеместно на всю католическую церковь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот это для папы. Папа? Да. И моя бабушка. И твоя бабушка. Да, она умерла впервые моего папа. Ну, это натуральный способ, да? Да. С теологической точки зрения этот день связан с чистилищем, где проходят очищения умершие, получающие поддержку от живущих через молитву, пост и подаяние. День поминовения усопших отмечается в римской католической церкви только один раз в год, в то время как в православии таких дней несколько. В этот день в разных странах принято ходить на кладбище, убирать могилы зеленью и цветами, зажигать на них свечи, устраивать общую семейную трапезу. Главными и наиболее обязательными считались обычаи приготовления ритуальных блюд, предназначенных для душ умерших. Традиционные верования о приходе душ с того света на землю приурочены к разным датам годового цикла. Устойчивой у славян-католиков была вера в то, что в это время приходят в свои дома умершие члены семьи, что они бродят во дворе, собираются под окнами дома, и слева от входной двери, проникая в дом, они пытаются обогреться возле печи, ищут оставленную для них поминальную пищу. Перед возвращением на тот свет сходятся все вместе на ночную службу, которую для них служит в местном костюле дух умершего ксенза. Людям строго запрещалось видеть такую службу и подсматривать за умершими, иначе это грозило смельчаку суровой карой. Очень популярным у западных славян были поверья о том, что душа умершей матери непременно приходит взглянуть на своих детей. В Селезии утверждали, что души малолетних детей участвуют в массовых процессиях людей на кладбище в виде стайки летящих вслед птиц. В 1816 году прусская Евангелическая Лютеранская Церковь установила последнее воскресение церковного года перед началом Адвента как День памяти усопших или Воскресения Вечности. В 1831 году к ней присоединилась Евангелическая Лютеранская Церковь в Саксонии, а в 1832 году предшественники Латвийской Евангелической Лютеранской Церкви – консистории Курзема, Витзема и Риги. Ну что ж, свечи поставлены, и теперь мы отправляемся к нам домой с нашими родственниками ужинать, до того момента, пока стемнеет, а потом мы вернемся на кладбище опять. Наш ужин прошел так сердечно и весело, что я даже забыла снять видео, но теперь мы отправляемся на кладбище. В каждой культуре к поминовению усопших относятся с особым уважением. Так и на территории Латвии наши предки старались похоронить своих родственников по всем религиозным обычаям. Также в древности для латышей кладбище было местом культа, где не только хоронили усопших, но еще это было местом, где проводили важные и многочисленные обряды. Согласно мнению польского антрополога Ладиковского, традиция поминовения усопших имеет языческие корни, когда люди собирались на особый ритуал, чтобы поговорить с умершими и призвать их в этот мир. Когда-то этот языческий ритуал был распространен не только в Латвии, но также в Польше и России. Продолжение следует... Кладбище во время вечера свечей выглядит потрясающе красиво. Где-то принято зажигать больше свечей, где-то одну свечу, но обычно люди собираются там вечером, и вечером еще видны огни свечей на кладбище. Мы, правда, приехали довольно поздно, уже приближалась к полночи после нашего семейного ужина, посмотреть на горящие свечи. Вот посмотрите, как тут красиво. Мне даже было немножко страшновато. Мик пригласил меня на прогулку по кладбищу, но я не согласилась. Тем не менее, приглашаем всех вас привести в порядок могилы, собрать опавшие листья, зажечь свечи и помянуть усопших на своем кладбище, какие бы традиции в вашей семье не были и какой бы вере вы не принадлежали. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал, смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка!